Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я пытался за ней ухаживать Но все-таки в таких мужчинах есть потенциал Они могут быть прекрасными мужьями На них можно и детей оставить Они будут и по дому помогать И не будут жене постоянно скандалы устраивать Да, вот новосельцы вообще сам фактически, помните, воспитывал мальчика и мальчика Такой мужчина идеально подходит для женщины-карьеристки Он не будет женщине мешать делать карьеру Да и он и сам может сделать карьеру, если женщина его будет хвалить, подталкивать, только мягко И любить, наверное Ну, на всякий случай Конечно, и повышать его самооценку Ну, это априори, что его нужно любить Мы же не будем выходить замуж за тех, кого мы не любим Я надеюсь, Наденька, ты такой ошибки не совершишь Никогда С этим типом разобрались Кто у нас дальше? Давай посмотрим Это Гоша Я сам мастер Слесарь высшего разряда Да у меня практически нет недостатка Ну, а как насчет? Это, это я люблю А-а Но Только в нерабочее время и под хорошую закупку Все-таки решил проводить тебя Чего бы это? У меня есть пять рублей Почему же я не могу довезти до дома понравившись мне женщине? Прошу к столу Работаем мы в разных местах Но жить, я надеюсь, будем вместе Отоспитесь на природе Ты, ты Защищать и принимать решение – это мужская обязанность Это нормально Ты не знаешь, хвалить женщину за то, что она стирает Или умеет готовить обиды Ну, конечно Он же Гога, он же Гоша, он же Гера Он же просто идеальный мужчина Кстати, у моего мужа в свое время была любимая фраза Как раз цитата из этого фильма Я буду делать то, что хочу, на том основании, что я мужчина То есть это такой себе сильный мужчина Девочки, кому Гоша нравился? Правда? Да, всем нам нравится Гоша Хотя сейчас мало какая женщина обратит внимание на слесаря в электричке с нечищенными ботинками Но зато с золотыми руками Конечно, но мы же не видим сразу, что его руки золотые Поэтому к таким мужчинам следует присматриваться Этот мужчина очень неплох Правда, не для карьеристки Такой мужчина должен быть главным в семье Ему нельзя перечить Конечно, он не агрессор Избивать он вас не будет Но он может в один прекрасный момент развернуться и уйти Поэтому с ним нужно быть очень мягкой, очень покладистой Отдавать в его руки все бразды правления Признавать его авторитет во всех вопросах Он очень хозяйственный Он и пылесос дома починит И краник Он и защитит вас от хулиганов Он очень надежный парень Но опять же, ему не подходит карьеристка И ему нужна очень мягкая и покладистая женщина Давай посмотрим на следующий тип Давай Готово? Теперь можно промыть хоть 3 килограмма макарон сразу Ну ты, Кирюш, нашел время А вот Кирилл, Кирилл, он молодец Он у нас все делает своими руками Вот этот стол Он сам заколотил И вот это вот все, что у нас в комнате есть Вот эти вот и полки, и все Это он все сделал Понимаете? Тусана? Да нет, почему один? Не один Ему ребята старшие помогали Пап, я в библиотеку Иришу в бассейн отхожу Иришка, только вытирайся там как следует, маленький Эй, а вы куда? В кино А уроки? Разбегутся когда-нибудь от нас Наши детки И останемся мы с тобой одни Не одни А вдвоем Разница елки Замечательный фильм Это пара, которая воспитала 10 детей И когда через 20 лет после окончания школы Жена пришла на встречу выпускников То это оказалось самое большое достижение в жизни И во всем буквально ей помогал муж Да, на самом деле то, что это идеальный мужчина для семьи Говорит само название Семьянин Это мужчина-мечта Таких мужчин, к сожалению, очень мало Это мужчина, у которого главные приоритеты Это дом, семья, дети Всегда будет помогать по дому Который будет заниматься детьми И для него это будет счастьем Конечно, и у такого, вроде бы идеального мужчины Есть недостатки Прежде всего в том, что многим женщинам хочется, чтобы огонь страсти длился всю жизнь Вот с таким мужчиной страсть может утихнуть Потому что он занят своей работой Которую он, так как прекрасный семьянин, выполняет хорошо Но с ним может стать в один прекрасный момент скучно Поэтому это задача женщины Все время как-то думать о романтике О том, чтобы было с ним интересно и весело Но это надежный мужчина, на него можно положиться И это прекрасный отец А это очень важно в мужчине Да, женщина не успеет просто соскучиться Если будут дети рожаться так часто, как в этом фильме Потому что там коронная фраза Я жду ребенка И если у нас таких мужчин будет больше То демографическая ситуация в Украине будет просто прекрасной Мы сегодня разбираемся с типами мужчин За которых стоит выйти замуж Главное рассмотреть У нас еще есть кто-то? Конечно, следующий тип Комитет государственного бюджета То, что нужно А что? Зачем? Мне нужно помочь Значит так, вы в свою комнату, а вы в свою Позвольте Выполняйте приказания Лейтенант, мы с вами на кухне Одну секундочку, девушка Что происходит? Рекламируем галстуки Карина, руку на плечо Не надо, девушка Елена Павловна И снова герой мужчина в исполнении Виктора Проскурина Кстати, это пример того, что мужчине не обязательно быть красавцем Маленькие глазки, такой рыженький А женщины рядом какие приятные Были времена, помнишь, когда за военных мечтали выйти замуж абсолютно все Даже песни были А я люблю военных, красивых, здоровенных Мотив, конечно, мы Да, конечно, заслухи у меня всегда были проблемы У меня подруга просто мечтала выйти замуж за военного моряка Вот бредила, понимаешь? Говорит, что тебе нравится, что ли? Вот эта фуражка с ленточками? Говорит, они много денег зарабатывают Но тогда это был главный стимул Мужчина военный – это здорово Хотя сейчас мода поменялась Уже муж военный – это не так престижно, как раньше Но, опять же, это неплохой муж Кто мечтал выйти замуж за военного? О, чуть-чуть, девчонок У мужчины военного очень много плюсов Это сильный, надежный мужчина Он и семью обеспечит, и защитит всегда Но, конечно, у него есть и минусы Прежде всего, что женщина должна быть очень мобильной Потому что военные, они по гарнизонам из одного города в другой Это женщина, которой сложно сделать карьеру Которой сложно зацепиться на одном месте И это должна быть спокойная, покладистая женщина Которая слушает своего мужчину Мужчина все-таки военный, он привык к командному тону Конечно, своей жене он не скажет «упала, отжалась» Но будет требовать дисциплины Хорошо, Надюш, пока не стали генеральшами Еще какой-нибудь тип рассмотрим Да, последний тип Давай Умоляю вас, останьтесь со мной хотя бы на пять минут Храбрый юноша, при известных обстоятельствах Пять минут — это пять столетий Умоляю вас, я должна уйти Но где и когда я увижу вас снова? А что будет мне порукой, если я вам доверю эту тайну? Моя любовь к вам! Боже мой! Констанция! 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 Боже, ты мой! Ну, это, конечно, можно сказать, идеал Ну, в каком-нибудь возрасте кто-нибудь из девчонок или женщин, уже умудренных опытом, просто была влюблена обязательно в Д'Артаньяно Ну, красавец, еще вот этот вот боярский с усами Неужели есть недостатки? Этот тип называется романтик Казалось бы, все хорошо Но многие женщины немножко циничны И знают, что с романтиками связываться не очень хорошо Потому что это мужчины, которые живут в своих фантазиях Которые говорят одно, делают другое На них нельзя положиться Что, да, конечно, они романтичные А он тебе и свечи, он тебе и романтику, и ужин приготовит Но он обещает и не выполняет Он и хочет, но это просто в его стиле много говорить, мало делать Плюс романтика в том, что с таким мужчиной жить очень интересно Ему все время хочется романтики, острых ощущений Этот мужчина всегда будет делать своей женщине сюрпризы и подарки Поэтому к такому типу стоит присмотреться Но, опять же, с таким мужчиной стоит аккуратно руководить И все-таки стараться его подталкивать к каким-то поступкам, а не только о мечтам и фантазиях Вот мы говорили об одном типе семьянин, да, которому катастрофически не хватает романтики И вот этому романтику не хватает того, что важно для семьи Получается, если соединить несколько типов мужчин, то может идеал получиться Я вспомнила свой любимый анекдот Когда в купе поезда едут три девушки На нижних полках они пока сидят А наверху спит представитель кавказских национальностей Ну, настоящий такой мужчина, и вот же они разговаривают об идеальных мужчинах Одна говорит, мне так нравятся спортсмены Они такие подтянутые, всегда в форме, такие энергичные Вторая говорит, а я обожаю военных Погоны, вот эта дисциплинированность, мужество во всем Ну, а третья говорит, а я так люблю индейцев Они такие романтики, вот это несутся, вот это, знаешь, на голове обожаю Слушал, слушал, этот мужчина не выдерживает Скакивает с верхней полки и говорит, девушки, разрешите представиться Мастер спорта майор Чунгачгук Вот если бы такой встретился, ну, сразу бы все стало хорошо Ну, а встречаются вот такие типажи, что делать? Прежде всего, следует смириться с тем, что идеального мужчину мы никогда не встретим Конечно, звучит пессимистично, но это правда Все-таки стоит искренне любить мужчину, и тогда вы будете мириться со всеми недостатками Я вам желаю любви, настоящей Спасибо тебе, Надюшенька, приходи еще обязательно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому